На подключается Асим Малазаде, депутат парламента Азербайджана. Асим Малазаде, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Асим Малазаде, ну очевидно, что успешное реформирование Совета Безопасности поможет улучшить способности ООН реагировать на международные вызовы. Как вы считаете, какие шаги должны быть предприняты первые в этом направлении? Я думаю, что достаточно четко представитель Турции внес предложение, которое необходимо в ближайшее время осуществить. Организация Объединенных Наций отражает реалии мира, точнее переделы мира после Второй мировой войны. Где создана система сдержек, система доминирования стран-победителей. И сегодня это не соответствует сегодняшним реалиям в существующем мире. Уже есть государства достаточно влиятельные, как у себя в регионе, так и в глобальном плане. И я думаю, что, безусловно, необходимо расширить рамки Совета Безопасности ООН, ограничивая право вето в некоторых шекотливых случаях. Азербайджан сам 30 лет ждал каких-то решений в вопросе имплементации резолюции Совета Безопасности ООН. Ничего не произошло. Азербайджан сам имплементировал резолюцию Совета Безопасности ООН достаточно успешно. И я думаю, что не надо было ждать 30 лет для того, чтобы каким-то образом создать механизмы, ограничивающие агрессора. А этого не произошло. И сегодня я уверен в том, что если не будет реформирована эта организация, мир будет стоять перед новыми вызовами. Перед очень серьезной опасностью региональных, а возможно и глобальных волн, которые будут задействованы страны, обладающие ядерным оружием. Не дать уничтожить мир – главная задача человечества. И я думаю, что создание организации, способной каким-то образом реагировать на вызовы, на очень тяжелые ситуации, на войны в различных регионах мира, в которых гибнут дети, женщины, мирное население – это то, что стоит сегодня перед человечеством. И многие страны мира должны объединить свои усилия для того, чтобы изменить систему, структуру ООН и сделать все возможное, чтобы сдерживать агрессоров при очень тяжелых, скажем так, столкновениях, когда есть угроза развития этой войны в ядерном. Асим Алим, действительно, реформы должны учитывать интересы всех стран, а не только крупных держав. Об этом, в частности, неоднократно говорил и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он подчеркивал необходимость реформирования организации для более эффективного реагирования на глобальные вызовы. Как вы считаете, какие страны могут стать членами этой организации? Безусловно, должны быть страны, которые отражали бы как регионы, так и влиятельные этнические группы. Я, в принципе, думаю, что должна быть представлена, безусловно, Африка, Лас-Инская Америка. Должен быть представлен тюркский мир, в котором сегодня проживают уже сотни тысяч граждан. И я уверен в том, что мы можем двигаться вперед, потому что постколониальный мир, он сам по себе пытается каким-то образом сохранять старые империи, давать им возможность влияния и доминирования в регионах своих доминионов. И я уверен в том, что, в конце концов, многие страны объединят свои усилия и потребуют изменения системы, существующей сегодня. Уже есть движение, как движение присоединения. На своем опыте уже знаем, что это самая большая международная организация, объединяющая страны, которые всегда пытались защищать человечество от столкновений различных блоков, военных блоков, блоков политических. И надо нам сегодня двигаться вперед и, прежде всего, создать, возможно, новые уставы этой организации, в котором будет изменен Совет Безопасности и будут изменены многие устаревшие процедуры. Асим Алим, если в итоге реформа Совета Безопасности ООН будет осуществлена, каким изменениям международной системе это может провести? Как минимум сделать все возможное, чтобы сдержать военную агрессию, столкновение и жертвы мирного населения. Это главная задача, стоящая перед человечеством. И, безусловно, очень важным является предотвращение ядерной войны, ядерной опасности. И я думаю, что перед нами стоит и задача в целом защиты планеты. Глобальное потепление. Многие другие проблемы найдут свое решение только при объединении усилий. Азербайджан всегда призывал к этому. Это как бы наша политика, базирующаяся на сотрудничестве, взаимопонимании и объединении усилий всех тех, кто сегодня становится жертвами подобных агрессий или природных катаклизмов. Асим Алим, большое вам спасибо за ваш комментарий. Спасибо, что подключались к нашему эфиру. Спасибо вам. Всего доброго. А я напомню, что на прямой связи со студией был Асим Малазаден, депутат парламента Азербайджана.